Все лучшее детям. Кажется, именно этим руководствовалась компания Гранель, которая построила микро-район в деревне Лопатина и сдала современное дошкольное учебное заведение. За строительством своего нового детского сада родители и ребятишки следили 8 месяцев. Сегодня главой Ленинского района Олегом Хромовым была перерезана красная ленточка. Жар-птица распахнула свои двери. Для этого микро-района очень важно, что сегодня открывается первое социальное учреждение, которое жизненно необходимо микро-району. И важно, что это учреждение именно муниципальное. Это имеет большое значение, так как можно будет оказывать даже дополнительные услуги по расценкам, которые утверждает муниципалитет. 8 групп, 3 из которых предназначены для детей от 2 до 3 лет. Так необходимые современным молодым родителям есть далеко не во всех детских садах. Более 30 сотрудников, каждый профессионал своего дела. Просторные спальни, игровые комнаты, большой спортивный зал, кабинеты логопеда и психолога, светлая кухня, где трудятся заботливые повара. А в таких классах, как этот, дети смогут получать дополнительное образование. Кабинет оборудован всем необходимым для общего развития ребенка. Современным оборудованием, учебными пособиями, развивающими играми. Детский сад, в который будет ходить мой ребенок, очень прекрасный, чудесный, светлый, яркий, красочный, прекрасно оборудован. Очень много прекрасных педагогов, с которыми мы уже познакомились, которыми будут заниматься нашими детками. Рассчитанный на 200 мест, на деле детский сад вмещает на 70 ребятишек больше. Помимо внутреннего наполнения, дошкольное учреждение имеет большую прогулочную зону, где установлены веранды и игровые элементы. Вся территория находится под видеонаблюдением и соответствует требованиям пожарной и антитеррористической безопасности. Он полностью подключен, подготовлен. Дети могут спокойно, безопасно находиться в данном помещении. Это, наверное, один из лучших детских садиков, который, как и сейчас глава отметила, в Ленинском районе такого насыщения оборудования нет нигде, ни в одном детском садике. В будущем году застройщик планирует сдать еще один детский сад, а 1 сентября откроется и средняя образовательная школа.